А в Чижике новые товары. Идем, смотрите. Это у нас Балашиха. Чижик Балашиха. Улица Чехова. Тут нас ничего нового не встречает. Здравствуйте. А не могли бы подсказать, что вы обычно покупаете в Чижике? Конфеты. Конфеты? Да, в зиму. Эти люди конфеты покупают. Ну вот есть масло льняное. 100 рублей. 0,25. Это очень полезно. Еще говорят, казан смазывать им хорошо. Надо будет закупиться вот такими штуками попробовать. Шитаки 19 рублей. Ботаника. И опята 129. Пледы распродают по 1000 рублей. Есть розовый и такой, кремовый. Так, простыни. Но тут распродаж нету. Машинка для стрижки. 600 рублей. Поднос вот этот мне вообще нравится. Он такой прям крупный. 600 рублей стоит. Поднос прямоугольный. Его позиционируют как типа для овощей. Мне нравится. Я бы тоже купил бы. Так, минажница 200 рублей. Так и стоит. Никто ее не покупает. Умные весы 500 рублей. Полотенчики вот эти олейки по 79 рублей. Мы иногда берем себе. И ленту армированную я взял за 100 рублей в прошлый раз. Распродают колонки по 350 рублей. О, такая в жиге у нас стояла. Ну, кстати, нормально работает. За эти деньги нормально. Это я купил маме в подарок. Она себе новую кухню сделала. Как раз будет обновлять посуду. Так, набор банок. Четкий, но акции на него нет. Форма вот по акции 400 рублей. Хотелось бы, конечно, побольше, но в целом нормально. Две такие формы в духовке встанут. В духовку. Полсапоги 900 рублей. А тут по акции вроде ничего нет такого интересного. Сидар Абрау Лайт. Кто пробовал? 5,5 оборотов. 230 рублей. Здравствуйте, оговорили, что вы только конфеты покупаете. Что это такое? Это сумка-переноска для кошки. Сколько стоит? 800 рублей. 800 рублей стоит. Вон она, как выглядит в собранном виде. А вот подвесная лежанка. Как вообще в кайфу. Я бы такую хотел бы. Коту. Хочешь переноску взять? Ну да, я думаю, было. У нас же есть переноска. На дачу как раз то повезем. Мне кажется, это лучше, это дача-чек. Да нет, хорошая переноска. 800 рублей жалко. У нас есть переноска. На лежанке тоже 500 рублей. Покажи, как этот гамак выглядит. Вон какой. Видите, на окно его цепляется и кошка смотрит на птичек. Еще есть игрушки для кошек всякие. Давайте посмотрим. Покажите, пожалуйста. Есть разные всякие. Они стоят 79 рублей. О, кругленькие. Аббошейник это для кого? А, он прям для собак. Он сейчас светодиодом покажет, где светодиод. Давай, нормально показывай. Надо всех учить, видите? Мне нужен кто-нибудь, какая-нибудь фотомодель, чтобы я снимал с ней. О, понятно. Спасибо, что показал товар. Где светодиод? Вот я так и не понял, где. Ну, он чуть-чуть это так говорит. Так, это лежанка для кошек и собак маленьких. Потом есть когтиточка. Туннели есть. Туннели с мячиком. Когтиточку покажите, пожалуйста. О, вот это я понимаю. Когтиточка. Слушай, она такая достаточно большая. В целом прям четкие. Так, это домик у нас такой, Оля, был. Потом еще за 250 рублей вот такой. Стральня называется. Адаптер. 89 рублей. Давай посмотрим, вот этот. Набор для похода. Распаковка. Вау, слушай, ну это вообще сервис. Две кружки, термос и лоточек. И все это в термо... То есть, все термо и еще в термо. Двойная защита. О, такой домик я не видел. Там еще большой домик есть. За 900 рублей. Вот лежанка. Вот лежанка такая? Да. Огромная. Вау. Прикольная штука. Давайте смотреть, что тут по акции. Мягко набивная еда 200 рублей уже стоит. Мягкая еда 200 рублей уже стоят игрушки. Так, набор Kitchen Collection что-то не подешевел. Тут тоже ничего не подешевело. Шапочки. Вот такие. Варежки. Достаточно хорошего качества. Прям лесси похоже. Что-то наподобие лесси варежек. Термобелье. Толстовка. Почему 56 размер? А, это толстовка. Вот она. Почему брюки и толстовки 56 размера? Я хочу 60 размера. Чижик. Давайте, привозите 60. Сапоги. Подушка. 400 рублей. Мягенькая. Вот она. Пуф. Да, он меньше, чем икеевский. 600 рублей. Тостер какой-то красивый. 1500. И набор для инструментов ящик. Так, он, кстати, 600 рублей. Ну, такой вместительный. У меня, по-моему, такой же дома. А есть маленький. Сюда, я не знаю, для рыбалки. Да, все для рыбалки сюда влезет. Так, и стеллаж. 1600 рублей. Вот такой он собирается. Четыре яруса. Универсальные. Два с половиной килограмма на одну полку. Ну, короче, ничего такого тяжелого сюда не положишь. А вот и наши тематические товары. Я же все-таки закупач. Легенда. Надо снимать адвент календари. Их два штуки. Они стоят по 500 рублей. Мы берем два. Один синий, другой красный. Я думаю, миллион просмотров обеспечен. Вау, вот эти куколки, они-то большие, оказывается. О, они прям такие крупные. Да, на фотографиях они маленькие. О, мистер Пропер может пропереть полом. Книжечки. А покажи, Валю, книжечки, как они там. Мультипликация присутствует. Я люблю, где большие картинки. О, не, мне такие книжки не нравятся. Это что такое? Средство. О, для молока штучка. 899 рублей. Очень качественная на ощупь. Вот такие есть мини-тракторы. 99 рублей. Виция. А, еще машинки Лего появились. А, ну, они были уже. Это уже не первый раз, да, они тут. Они разные. Набор лотков. Такие, кстати, хорошего качества. За 99 рублей их тут 5 штук. Очень круто. Маленькая сковородочка. Для индукции. О, для запекания вот эти штучки 200 рублей. Слушай, они опять же на картинке выглядят малюсенькие. Они вообще кайфовые, да? Вот 4 штучки такие взять. Причем они разного цвета. Здесь можно делать жульены огромные. Такие порционные. Можно их посудоно-магонечной машине, микроволновку. Ступа с пестиком моет. Да я даже не заметил в журнале. Но деревянные мне не нравятся. Мне нравятся больше керамические. Деревянные все равно они там... В них все, ну, как, вмешивается. 250 рублей. За 400 рублей поднос цивилировочный, который крутится. Тоже в Икеа раньше такие были, но они были больше. Это поменьше, чем в Икеа. Вот это хочу попробовать. Черный чай, смородина. Святой источник. Выглядит красиво. 100 рублей. Ну, потом на дачу возьмем, когда поедем. И купим всякий крем. Вот это Милан обожает всякие. Смотрите, тут есть и карамель, и шоколад. А вот такую лапшу, ну, давали приготовить, я хотела сделать. Удон. Классный удон. Степ. Ничего себе набор, какой конфеточек. Это а-ля Сникерс. Творожник. Интересно, например, творожник или это фигня какая-то? Тоже на дачу можно взять. Смотрите, по настоечкам появилась архангельская облепиха. Можно будет попробовать. Ну, бастарды, вот такие вина, вот эти за 250 рублей. Это я не фанат такого. Чокопай. Да очень много всего нового, интересного, хорошего. Опа. Че там бандюэль появилась? Оливки с перцем. Нормальная тема, тоже возьму на дачу потом. Подарчик какой-то. Фручис. Вот Абраудерсо, как раз-таки сидр. Ну и все, заправка для борща. Вино в пакете. Вот кто хочет, 350 рублей. Кстати, нормальная цена, возможно, она даже неплохая будет. Все. На этом мы заканчиваем наш обдор. Валюша, давай я тебя сфоткаю на заставку. Да. А еще купил жалюзи на Озоне. Вот, буду сейчас их вешать. Такие мини-жалюзи, шторы, день-ночь. И вот так выглядит лежанка. Ее надо собирать по инструкции. Давай, милан. А вот и все готово. Наш смокизун может затестить гамак. Походу, ему не нравится это дело. Он хочет свалить. Ну, коту явно не нравится эта штука. Возможно... Да. Короче, какая-то фигня. Дочка заставила меня положить полотенчик, давай. Типа, чтобы он не боялся. Мне кажется, что с таким же успехом, с полотенчиком, он может просто на подоконнике сидеть. Да, отходи. Что он сейчас... Да он сейчас свалит отсюда. Ему вообще не нравится эта штука. Она не вызывает у него доверия. Что, сможет нормально? Мне не нравятся вот эти крутилки. Если бы тут была помпа, которую просто воздух откачиваешь, было бы лучше. Или вот эта, знаете, которую штучку вот так загинаешь, и она в воздух откачивает. А здесь надо крутить, и воздух откачивается. И когда ты крутишь, ремень еще пытается крутиться. Короче, не очень надежная штука, но по приколу попробовать можно. Ну, если кому нужна будет инструкция, вот инструкция от этой штуки, от лежанки. А я повесил шторы день ночи. Вот они, лесочки здесь. Короче, тут крепятся лески, то есть без разницы. Можно даже в наклонном режиме пользоваться. Вот так. И видите, она все равно натянута на лески. Хочу вообще, тема вообще офигенская. Мне очень понравилось. Вот могу сделать фортичный режим, и все нормально. Не надо было окно сверлить, ничего, только скотч. Потребовался двусторонний. И вот так теперь беру, за усы тяну, и она вот так меняется. То есть вот так ночь, хоп, и ничего не видно. А вот так день, чтобы можно было видно. Или можно ее вообще поднять. Но она у меня не до конца поднимается, потому что окно не такое длинное, не такое высокое. Видите, она в упор попадает. Ну, хотя этот упор, можно что-то с ним придумать. Ну, вот так она открывается. Да нормально. А это у нас просто такая наклейка. Она не клеится, она как на электричестве работает. Вот это, как нам называется закол трения? Когда статическое электричество. Да. За счет статического электричества она клеится к стеклу, и все. Продолжение следует...